Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Подходил к другому пикетчику Сергею Постникову и говорил, что вопрос открытия салонов красоты и парикмахерских будет обсуждаться после 19-го числа. Представители бьюти-сферы уже несколько дней проводят одиночные пикеты. Они отмечают, что из-за запрета на работу не имеют возможности работать и зарабатывать 4-5 тысяч человек. Программа Экономика. Власти расширили список отраслей, пострадавших из-за коронавируса. Теперь на поддержку в связи с этим могут претендовать предприятия, которые работают в сфере художественных промыслов и занимаются вендингом. Кроме того, позиции перечня торговли розничной большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах и деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента, заменяются позиции торговли розничной и прочее в неспециализированных магазинах. Президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Усенко поддержал эти изменения и отметил, что предприниматели их ждали. Мы направили предложение о внесении этих изменений практически сразу, как только появились первоначальные правила, потому что получили большое количество обращений от предпринимателей относительно того, что они из-за вот этой технической, на мой взгляд, ошибки не могут претендовать на получение мер поддержки. Поэтому это хороший показатель того, как быстро отреагировало федеральное правительство на поступившие предложения. Мы надеемся, что и в дальнейшем реакция будет такой же. По данным УФНС, в результате расширения перечни отраслей в Кировской области претендовать на меры поддержки сможет еще тысяча хозяйствующих субъектов. Экономика на 101 АСМ. Бизнес может пожаловаться на отказы в господдержке. 15 мая в прокуратуре Кировской области состоится горячая линия по вопросам соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности в условиях коронавируса. С 10 до 17 часов по телефону 64 66 45 можно сообщить о незаконном вмешательстве в предпринимательскую деятельность, о проверках надзорных органов, о задержках оплаты по государственным и муниципальным контрактам, о незаконных отказах в господдержке, а также получить консультацию по интересующим вопросам в области защиты прав хозяйствующих субъектов. Экономика. Завершение в валютах. Доллар на сегодня 73,58. Евро стоит 79 рублей 78 копеек. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 АФМ.